Следующий вопрос от Михаила Никитина. Михаил Никитин спрашивает, ну, довольно короткий вопрос. Вопрос о договорных отношениях. Всегда ли вы, Радислав, заключали контракты? Были ли у вас какие-то фейлы или факапы, связанные с тем, что вы когда-то не подписали бумаг? Ну, бывало такое, наверняка об этом многие бизнесмены рассказывают. И может ли контракт быть гарантом 100% выполнения обязательств? Михаил говорит, что он стоит на госслужбе по контракту. Он хочет заняться своим делом, и для этого контракт нужно разорвать. Вот тут у нас очень не совсем о бизнесе речь, но первая часть вопроса как раз о бизнесе. Вообще бумаги, вообще бумаги. Фейлы и факапы, связанные с неподписанием бумаг, у меня были. И, как правило, это было связано с финансовой стороной, которая не соблюдалась. Ну, как бы, не заключая документа, вы всегда даете, вы некоторым образом провоцируете на его нарушение, во-первых. Во-вторых, наличие документа не гарантирует исполнение обязательств по договору. Но с этим документом вы можете обратиться в суд. Однако судебная система наша такова, что даже когда будет вынесено положительное решение, добиться исполнения судебного решения, это отдельный квест. Работа с судебными приставами, которые, и так далее. Это отдельный квест, и, в общем, вы можете на каком-то этапе просто потерять терпение. Плюнуть и бросить. Да, и бросить. И таким образом получается такая история, что честным быть становится невыгодно. Выгодно быть нечестным. Ты можешь заключить договор, не исполнить обязательства, и в суд не явиться, и забить на все, и тебе ничего не будет. А честный человек, который выполнил свои обязательства, и договор подписал, и так далее. Такая реальность на сегодняшний день, ее нужно учитывать. Причем никакая серьезность. Причем чем серьезнее организация, тем выше вероятность фейла. Когда нам говорят, давайте мы сейчас сделаем, но мы же не станем вас обманывать. Мы такая серьезная большая организация. Именно потому, что вы серьезная большая организация, вы лично не будете обманывать. Но потом бывают такие вещи. Вы нам должны столько-то денег. Почему? Вот договор такой-то. А кто его подписывал? Такой-то у нас больше не работает. Причем здесь договор с организацией, а не с человеком. Ну хорошо, мы рассмотрим, значит, ждите месяц. Через месяц, алло, алло, там на рассмотрение. А с кем вы разговариваете? С таким-то. Такой-то переведен в Новосибирск, его уже нет. О чем вы с ним разговаривали? Ну он брал месяц на рассмотрение. Ну хорошо, давайте мы рассмотрим и все. И могила, гроб, и никогда ничего не найдешь. Поэтому нужно, чем детальнее, тем лучше. Второе, про бумаги. Вы приходите, например, в какую-нибудь авиакомпанию. Вы говорите, вот я не полетел таким-то рейсом, мне нужен возврат средств. Вам говорят, каким рейсом таким. Ой, у вас такой тарифный план, вам не положен возврат, у вас, значит, невозвратный. Вы говорите, напишите письменно, пожалуйста, отказ. Какой письменный отказ? Ну вот вы не возвращаете мне деньги, напишите письменный, сошлитесь на какую-то документацию. Какой-то регламент. Я не обязан писать. Вы не обязаны, но то, что мне сказали, это правда, что мне нельзя. Да, правда. Ну так чем вы рискуете? Просто напишите от руки. Я кассир такой-то, отказываю вводить средств на основании такого-то. И все, если вы правы, то вы ничем не рискуете. Если вы не правы, то нам дольше разговаривать. Просто от руки, на плачке бумаги. И не пишут. Конечно. Не пишут, а возвращают деньги. Серьезно? Или вызывают старшего, и старший решает, и оказывается, 7200 к возврату причитается все-таки. Однако нужно написать заявление, но к возврату. Когда вы просите людей написать бумагу, почему-то магическое это оказывает воздействие. Сколько раз я так, вплоть до сантехника, который говорил, нет, у вас так при проектировании, у вас так трубы проложены, что эта проблема не решится. Я говорю, напишите, пожалуйста. Зачем? Я говорю, напишите. Я сантехник такой-то, при произведении, пришедший по вызову с жалобой на то, что сход воды замедлен, делаю следующий выночь. Экспертиза показала, что при проектировании допущена ошибка. Я говорю, я с этой бумагой пойду в организацию, которая проектировала мой дом, и стрясу с нее компенсацию. И тут человек говорит, ну, подождите, тут, значит, можно, в принципе, вот тут, если поменять, вот с этой стороны поставить вот такой сифон, то вот здесь поставить гибкую трубку, и оказывается, что можно починить. Понимаете, какая история? А так бы я не взялся, у меня всю жизнь бы сходят, вплоть до мелочей, документ имеет магическую силу. Пожалуйста, напишите, вот то, что вы сказали, напишите. Ничего не нужно добавлять, просто в свободной форме. И это помогает решать вопросы. Кстати, очень рекомендую. У нас этого нет, напишите, у нас этого нет. Ну, не буду писать. Вызовите старшего, вызовите того, кто может написать. Сила бумаги. Сила бумаги, удивительная вещь. Кстати, так же действует по отношению ко мне. Когда он говорит, вы согласны, вот, значит, на нашем аттракционе действуют такие правила, прочитайте. Прочитали, прочитал, подпишите. Э, подождите, подождите. Так, какие правила? Начинаешь читать. Когда подписать нужно, начинаешь читать, что подписываешь. Так что рекомендую. Великобритания переходит с 2021 года на безбумажный документооборот. То есть у них теперь будет полностью электронная подпись. Или вообще будут упразднены некоторые бумаги. То есть все будет на словах через рукопожатие. Продолжение следует...